Полроссер осекретили документы по месторождению алмазов уникального цвета морской волны, которые добывали в 80-е годы прошлого века. Трубка была отработана и законсервирована. Сейчас геологи и инженеры компании думают, как возобновить добычу оставшихся запасов. По некоторым оценкам, залежи алмазов на месторождении оцениваются в более чем полсотни миллионов долларов. Вот смотрите, камень с трубки 23-го парсъезда. Он имеет характерный для неё цвет морской волны, бутырочный зелёный. Практически все камни этой трубки имеют такой цвет. Такие уникальные алмазы добывали в Якутии в 80-х годах прошлого века. Кристаллы экстракласса давало месторождение имени 23-го съезда КПСС в 10 километрах от Мирного. Качество камней исключительно высокое. Цена порядка 300 долларов за карат, что примерно в два раза дороже, чем продукция трубки интернациональная. Богатую, но маленькую трубку отработали за два года и законсервировали. А в карьере глубиной 125 метров теперь накопитель минерализованных вод рудника интернациональный. Кимберли типичный для уникальной трубки имени 23-го партийного съезда. Он отличается и он узнаваемый как по паспорту, по облику, по внешнему. Из-за уникальности объекта информацию по месторождению засекретили. Карты и схемы пролежали под грифом «совершенно секретно» много лет. Сегодня документы рассекречены. Их анализируют геологи Алроса. Они уверены, здесь еще остались аквамариновые алмазы. Чтобы более точно понять конфигурацию тела и его продолжение на северо-запад, возможно, придется заложить несколько наклонных скважинок, чтобы определить геометрию тела. При пересчете на товар, то здесь мы где-то оцениваем в районе 50-60 миллионов долларов, здесь еще алмазов лежит по цене. Аквамариновый оттенок кристаллов – это не фантазийный цвет, который в тренде на алмазном рынке, а лишь особая пленка, характерная для высококачественных камней. При огранке нацвет уйдет, обнажив кристальную чистоту алмаза. Геологи и инженеры Алроса сегодня решают, как подойти к отработке трубки имени 23-го съезда КПСС. В Алроса еще не было опыта добычи алмазов со дна соленого озера. Без новых технологий здесь не обойтись. Лариса Удовенко, Артур Голиков, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».